Приглашены все инвалидные сообщества, лидеры этих сообществ. Это и люди с инвалидностью по слуху, по зрению инвалиды, колясочники, родители, которые воспитывают детей с инвалидностью. Мы проводим не только торжественные мероприятия, у нас пройдет очень серьезный круглый стол по ранней помощи, раннему выявлению проблем у детей с ментальной инвалидностью. Это вещи, которые нам важно диагностировать на раннем этапе развития ребенка. Главными спикерами будут, конечно, представители органов здравоохранения. Также мы приглашаем к диалогу органы образования, спорта, культуры. Тема дополнительной социальной интеграции для таких детей. И я хочу сказать, что в Сочи уникален тем, что у нас очень активное сообщество родительское. Это и Владимир Рябцев, который неоднократно выигрывал краевые гранты, и он делает фильмы о таких детях, о том, как с ними правильно нужно обращаться в учебном поле, в социальном поле. Это Виктор Шубин с неигрушечным театром. И тоже это обладатели гранта президента. Надежда Назарова, которая ведет личный блог в Фейсбуке о своем сыне с аутизмом, который учится в обыкновенной школе. Надежда возглавляет движение, создание тьютерского движения в городе. И в этом году она тоже выиграла президентский грант. Мы гордимся. Ольга Москатова с центром особое детство на Макаренко. Это муниципальный центр, куда безвозмездно могут приходить все семьи с какими-то своими проблемами с детьми, с инвалидностью. Не важно, есть поставлен диагноз. Не поставлен, потому что это выбор родителя очень часто. Не все хотят очень быстро на раннем этапе ставить диагнозы. Это Наталья Шиллингер со своей службой «Мы вместе». Нам очень важно, что с нами в диалоге родители, которые каждый день сталкиваются с проблемами в тех или иных наших структурах, дают обратную связь. Это позволяет сделать наш диалог эффективным и наши действия правильными. Для нас декада инвалидов – это скорее не череда таких праздничных мероприятий, а диалог с этим сообществом по поводу их проблем, по поводу решения этих проблем. И нам важно всегда рассказать о том, какие достижения есть у этих людей. Мы, конечно, будем их честовать и гордимся, что, на мой взгляд, это люди с безграничными возможностями, как многие говорят. У людей с инвалидностью немало и спортивных побед. В Сочи есть специальный центр, который ежегодно проводит десятки мероприятий по 16 направлениям адаптивного спорта. В основном призовые места сочинские спортсмены занимают в таких видах, как плавание, дартс и настольный теннис. В этом году на курорте прошло уже более 30 городских мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняло участие свыше 500 человек. В декабре запланировано еще порядка 15 мероприятий. Основная часть из них приурочена ко Дню инвалида и Новому году. А в следующем году в Сочи пройдут еще полсотни турниров и фестивалей творчества для особенных горожан.